Добрый день дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Это Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях Владимир Горбатюк, член совета и руководитель социальных проектов Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, член президиума совета ветеранов города Владивостока. Спасибо большое, Владимир Горбатюк, что пришли к нам. Скажите, пожалуйста, про боевое братство. Что сейчас в Приморском крае эта организация представляет собой? Куда двигается эта организация? Какие планы перед собой ставят? На сегодняшний день Всероссийская общественная организация боевое братство в Приморском крае считается большой организацией. В 25 регионах Приморского края существует отделение, где в каждом муниципальном образовании есть руководитель отделения. Они не на словах, а они в действительности работают. Выполняют большую работу в патриотическом воспитании молодежи. Ведется большая работа в этом направлении. Хочется сказать на сегодняшний день боевому братству в Приморском крае 15 лет. В 1997 году организовалась эта организация по просьбе ветеранов локальных войск, которые остались живы и приняли решение, чтобы эта организация существовала, потому что много неравнодушных людей. Это требовалось сделать, чтобы обратили внимание на тех людей, которые участвовали в локальных войнах. Непосредственно руководителем этой организации возглавил ее Громов, герой Советского Союза Борис Всеволодович. Первым заместителем этой организации был Саблин Дмитрий, который занимался этой организацией, которая действительно была создана для решения всех проблем, которые существовали на то время. Потому что требовалась помощь семьям, которые отцы погибли в этих локальных войнах. Все социальные программы организация разрабатывала и выносила их для решения вопроса с органами власти. У нас позднее, да, в Приморском крае возникло приморское отделение? У нас 15 лет существует организация. На сегодняшний день численность организаций 1500 человек, которые в Приморском крае. Также в Владивостокской отделении, которые по районам тоже имеются филиалы и руководители, которые возглавляют эти филиалы. Это участники боевых действий. Ведется большая работа в патриотическом воспитании молодежи. Это в школах, в 75-й школе, в 2-й гимназии. Существуют многолетние проекты, которые мы делаем. Это патриотическое воспитание молодежи. Это проекты «Россия – Родина моя», где школьники участвуют в этих проектах и победители этих проектов. В знак «Благодарности» мы отправляем их. В лагеря «Орленок» с посещением «Золотого кольца» города России, где они знакомятся с городами России героями. С посещением музея Великой Отечественной войны в Москве, посещением государственных структур. Они посещают государственную думу, где встречаются с депутатами государственной думы. Потому что представители государственной думы от боевого братства 12 человек. Депутаты государственной думы. Также представляют члены боевого братства руководителей. Это Саблин Дмитрий, он в Совете Федерации. Руководитель Громов в Государственной думе. Также у нас представители нашей организации 6 человек предоставляют интересы в Думе города Владивостока. Где находятся в разных комитетах, где и в городе Владивостоке поднимается вопрос наболевших, вопросы по поводу, которые возникают ветеранов. Где очень тщательно к этим вопросам подходят в Государственной думе города Владивостока. Где наши члены поднимают эти вопросы, рассматриваются эти вопросы и воплощаются в жизнь. Большая работа. Патриотический лагерь знаю, да? На острове, на патриотический. Патриотический детский лагерь на острове Попово. Ежегодно мы три смены отправляем детей со всего Приморского края, где ведутся воспитания патриотические клубы. Где проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Разные конкурсы. Дети узнают, что такое вообще патриотизм нашей родины. И они это понимают. Положительный результат получается в плане нашей работы. Не только в патриотическом воспитании, а во всех остальных мероприятиях. Также большую помощь мы оказываем семьям, которые погибли отцы. Большую помощь помогаем детям. Большое количество у нас в Приморском крае вот этих семей? На сегодняшнем, в Приморском крае более 7 тысяч человек, которые участвовали в локальных войнах. 35 человек погибших. Ну вот в таком плане много инвалидов. Более 135 человек, которые, ну инвалиды, тоже нуждаются в помощи. Потому что наша организация проявляет большой интерес к этим семьям, поднятие духа. Мы подходим глобально к этим проблемам. И чем можем, мы помогаем. Вот слово «братство» можно ли назвать, что организация ваша соответствует этому слову «братство»? Или вот все-таки каждое отделение, если брать по муниципальным, занимается своим. Вот мы там своим, а вы там в Владивостоке своим. Нет. Боевое «братство» оно и действительность, и братство. Потому что в эту организацию никто не заставлял вступать. Каждый член организации, некоторые прошли локальные войны. Некоторые даже не участвовали в локальных войнах, а с органов внутренних дел, служили. Они чисто понимание, что надо участвовать, чем ветераны и пенсионеры, отслужившие. Если мы едины, то мы, как вам сказать, сплоченность. Если организация сплочена, и каждый знает, чем он занимается, много вопросов. Если мы едины, мы можем много чего добиться. По одиночку ничего нельзя добиться. А когда сплоченность, мы можем любой вопрос поднять и его решить. Все ли получается, или есть какие-то проблемы? Вот какие самые главные проблемы? Вот сейчас перед организацией стоят, которые надо решать. Либо это может не получается, но пытаетесь решать. Большинство это социальные вопросы, жизненные вопросы. Это по жилью, по материальной поддержке. Материальная поддержка. Вот эти жизненные вопросы, которые возникают на сегодняшний момент. На сегодняшний момент у нас есть взаимопонимание с органами власти, которые нас поддерживают. Все проекты, которые мы выносим, наболевшие вопросы, положительно реагирует власть в лице губернатора Владимира Владимировича, которые относятся с большим уважением к организации, ко всем ветеранам локальных войн. Вот тут раз уж зашло, да, про отношения. Тут вопрос из интернета, ужасно длинный, но попытаюсь вкратце его так прочитать. Вот ответите на него. Ох, тут куча всего. Федоров Александр, ваш лидер и правление в целом, видимо правление, да, боевой образ, против социального предпринимательства, против объединения ветеранских организаций края на площадке Краевого координационного совета ветерановой членов их семей, против общения и встреч с ветеранами войн США и стран АТР, говоря, что это госдеповский проект и что с рогами мы не встречаемся, и что площадка для диалога в крае не нужна. Такая же позиция у Миклушевского губернатора края. Ваше личное отношение к социальному предпринимательству встречам с ветеранами других стран, ваше личное отношение к отрицанию встреч губернатора с ветеранами локальных войн и созданию современного реабилитационного центра по проекту ветеранов локальных войн. Ветераны созданного в 2011 году Краевого координационного совета ветеранов войн и военных конфликтов готовы с вами встретиться. Вот по порядку, вы против общения и встреч с ветеранами войн США и стран АТР? Ни в коем случае. Мы наоборот готовы к любому диалогу, который бы наоборот конструктивно... С ветеранскими организациями и зарубежными. Мы общаемся с Северной Кореей, где мы ведем диалоги с консулом Кореи. И ежегодно на протяжении 5 лет мы отправляем детей в лагерь Сандавон, он типа Артека сделал. И 45 человек, приморских детей с малообеспеченных семей, ездят в этот лагерь. Ежегодно. Они там экскурсии устраиваются, отдыхают, встречаются с детьми разных стран, переписываются. Они просто приезжают в большом восторге. И это на протяжении 6 лет мы делаем эту программу. С какими еще зарубежными организациями или хотелось бы участвовать? Участвовать именно ветеранскими. Мы готовы с любой страной, с ветеранами... Госдеповские проекты. Есть такое? Обвиняете кого-нибудь? Госдеповские. Я даже в голове не вкладываюсь. Чувство такое, кто там... Вы утверждаете, ну вот по вопросу, да, что площадка для диалога ветеранов войн и власти в крае не нужна. Нужна такая площадка для диалога? Почему бы нет? Площадка, конечно, нужна. Сейчас идет экономическое развитие стран ЭТР, где здесь будут приезжать гости по разным вопросам. И наоборот, только за общение, которое шло на благо Приморского края и всех жителей Приморского края. Ваше личное отношение к отрицанию встреч губернатора с ветеранами локальных войн. Губернатор встречается с ветеранами локальных войн? Губернатор однозначно встречается с представителями, руководительными организаций. Обсуждают наболевшие опросы. Он с помощью губернатора делаются проекты, которые поддержка края. Сейчас изменилось вообще отношение края к ветеранам локальных войн, в частности к организации боевой брак вообще каким-то образом? И что вот изменилось? Изменилось в лучшую сторону при нынешней власти. При нынешней власти наш губернатор Владимир Владимирович, он общается с общественными организациями. Стало сейчас проще достучаться? Что стало? В чем плюсы стало? Плюс тот, что губернатор общается с руководителями общественных организаций, лично с боевым братством. Он выслушивает наболевшие вопросы, которые высказываются. И как их разрешить, все это принимается в правовом поле. В общем, контакт есть. Контакт однозначный, прямой контакт с губернатором, он открыт для всех общественных организаций. Созданы комитеты в разных направлениях, где руководители собираются, решают наболевшие вопросы, где разрешаются социальные вопросы. Вы вот сейчас как представитель боевого братства, вы выходите в общественную палату. Тоже получается? Я член общественной палаты, меня избрали, мы только приступили к работе. А вот чтобы вам хотелось, какие интересы боевого братства, грубо говоря, пролоббировать в общественной палате? Потому что вы представитель, вы за своих тоже должны биться. Вот что хотелось бы протащить, чтобы получилось? Я бы, грубо говоря, пролоббировать слово такое. Но тем не менее, да. Я, конечно, в общественной палате буду отставить интересы ветеранов локальных войн и всех ветеранов. Те наболевшие вопросы, которые возникают, это по жилью, по социалке. Конечно, мы будем решать положительную сторону, чтобы биться готовы с чиновниками. Мы все не биться, а сотрудничать плотно и мы настроены. А что за реабилитационный центр по проекту ветеранов локальных войн и площадок? Его нет реабилитационного центра? Или он необходим? Или он есть, но недостаточно современный? Что сейчас вот с этим обстоятельством? Вы знаете, в плане реабилитационного центра я даже не готов ответить, что создание реабилитационного центра. Реабилитационный центр, он, конечно, нужен. Но он был нужен с поддержкой, когда ветераны возвращались. В 90-х. В 90-х годах, где они не знали, где себя применить, где были у разбытого корыта, грубо говоря, никто не обращал внимания. Слушайте, в общем, немножко опоздали, да, мы с созданием? Да. На сегодняшний момент это была больная тема ветеранов. На сегодняшний день рассматривается на государственном уровне, чтобы ветеранов локальных войн приравнять к ветеранам Великой Отечественной. Все же ветераны исполняли служебный дом, дом перед Родиной. Расскажите, вот почему, да, у нас в стране до сих пор, да, вот по моему сугубо личному мнению, вот есть ветераны Великой Отечественной войны, ни коим образом, там, не умаляя их достоинств, да, а вот ветераны локальных войн, вот где-то вот там, сбоку, как будто бы эти люди не воевали, и как будто бы эти люди там, не знаю. Раньше было отношение такое, на сегодняшний день рассматривается взаимопонимание и все-таки возмущение... Ну люди-то за страну же воевали, ну... За Родину, за страну, потому и возникло... И те, и те, ну... И погибли за страну, и Родину, и в Афганистане, и в Чечне, и везде. Ну просто вот как-то вот это, и Афганистан, и Чечня, знаете, как-то, ну вот, там, при всем, там, отношении к Чечне, к Афганистану, вот как-то вот не так. Вот, как будто бы, знаете, не те, ну, не какие-то не те войны, неправильные. Ну это было такое взаимопонимание, даже в каком плане, я могу вам сказать, когда войска выводились с Афганистана, и они переехали уже границу, и по идее их должны были встречать высшее руководство страны, но этого не было сделано, и все это было так вот печально. С того времени и такое отношение и было, да, вот такое? Да, до определенного времени. На сегодняшний день отношение изменилось, да, потому что наши интересы представляют в Государственной Думе, члены боевого братства, в Совете Федерации, они отстаивают интересы ветеранов на государственном уровне, в городах России, где проживают, большое количество людей в организации, более 2,5 миллиона в России. И это очень большое число людей, которые участвовали, и не сбрасывается это со счетов. И руководители нашей страны сейчас... Ну вот опять же, вот смотрите, вот у нас в Приморском крае есть даже ветераны войны, Великой Отечественной, то есть, которым квартиры не дали, которым в 2008 году подписан указ о том, что обеспечить всех ветеранов жильем, те, кто живет там непонятно где, вот до сих пор это не сделано. Вот в Уссурийске есть там ветеран в Раковке в селе, если не ошибаюсь. Ну это может... 97 лет, 42-й сейчас в очереди стоит. Нет, не может быть программа... Я снимал репортаж про него, и мне... Я хочу сказать, что программа, вот эта, краевая, которая предоставление ветеранов, которую президент поручил, она в Приморском крае вся буквально выполнена. Может единица, где-то... А что, пришел 42-й в очереди, 97-летний человек? Может где-то в каком-то муниципальном образовании неправильно там были поданы... Уссурийский. Уссурийский, но это может быть единичный момент. А как вообще такое может быть? Этого не должно быть. Вообще, я так думаю... И отчитывается, что мы его поставили в очереди в прошлом году, в 96 лет. Это было такое, что за какой-то там год не были представлены документы. Это упущение руководства. Но я думаю, что этот вопрос, он решится в считанные минуты, потому что эти вопросы... Да тут жизнь людей на считанные минуты идет. На сегодняшний день это важнейшая задача, поставленная перед правительством и руководство нашего края. Просто у меня такое ощущение, что ждут, когда, как бы это сейчас крамольно не звучало, когда умрут. Вот ждут, лишь бы квартиры не давали. Это единичный случай, такого не должно быть. Я думаю, что это где-то он не был... Хорошо, ветераны Великой Отечественной, отставим их, да? Что вот с ветеранами локальных войн? Так ли и хорошо ли вот дают квартиру, вообще не дают квартиру? Или пока вот с этим проблема? Ну, проблема существует, конечно... А сколько вот нужно? Может быть, у вас есть какая-то статистика? Вот сколько нужно квартир, да, и вот поддержки, чтобы выполнялась программа, чтобы можно было всех обеспечить? Ну, грустно, когда человек, который участвовал там в конфликте, живет в бараке. Так, конечно, грустно. И вот почему и такие вопросы и возникают, которые мы занимаемся этими вопросами, где есть предоставление льготы в банках, где человек может... По ипотеке? По ипотеке люди берут квартиры, где льгота рассматривается в банках. И мы ведем такие льготные... Где в больницах ветераны обслуживаются на льготных условиях. В гостиницах у нас есть договоренности. А вот есть кто... Знаете, вот вы идете к кому-то на встречу, да, о каких-то договоренностях, вот с кем-то пытаетесь выйти, ну, не знаю, ну, вот как гостиница, что-то... А вам говорят, а нет, вот не хотим мы с вами сотрудничать, и никаких льгот вашим ветеранам не будет. Вот бывали такие случаи? Вот с кем мы имеем дело, нам не отказывают. Есть уважение к тем людям, которые руководят общественными организациями, которые видят, что действительно организация не на бумаге, а на деле делает большие дела. И ни разу не отказывал никто. Или было? Мне не было. Да вот было все-таки, нет? Мне не отказывают. Вот если я обращаюсь с помощью, там, за материальными, это в такие большие организации, Ростелеком, там, организации, там, Ратимир или еще, они оказывают нам содействие в помощи малообеспеченных слоев населения. Большую работу мы проводили по сбору средств, это в Амурскую область. Это по наводнению, да? Да. Мы и вещи собирали, 6 контейнеров было отправлено, это с ветеранами города Владивостока, с Яковом Григорьевичем Каном эту акцию, наша организация, было 6 контейнеров отправлено в все области, где было затопление, мы помогали всем жителям. Много добрых дел делается. Люди вообще отзываются, вот много идет, ну, в смысле, как-то помогает, там, материально, может быть, не материально, а просто, там, руками, не знаю. Нет, конечно, относятся к взаимопониманиям, но мы ставим цель и задачу все-таки, чтобы закладывались средства, в бюджете, на такие, в государственном уровне, на деятельность организации, потому что у нас есть в Кемерово, где организации закладывают в бюджете средства, на ее деятельность. Именно на областном уровне, да, получается? На областном уровне, да, где непосредственно принимает участие руководства области, получение жилья, всех социальных льгот. В Приморье пока вот такого уровня нет, да? Вот в Приморье пока нет, но... Идем к этому? Да, мы идем к этому, вот при новом губернаторе, который положительно относится ко всем наболевшим вопросам. Я думаю, что сдвиги есть, и в дальнейшем все это воплотится в жизнь. Вот про патриотическое воспитание молодежи. Вот много говорят о том, что сейчас молодежь испорченная, да, и вообще там западная культура, да, вообще всем, и она вот ничего не помнит там, ничего не знает. Так ли это, вот по вашему мнению? И что с этим делать, если это так? На сегодняшний день шефство, допустим, наша организация проводит шефство над школами 56, 76, гимназия номер 2, где постоянно мы проводим большую работу в плане патриотического воспитания молодежи, где мы рассказываем и молодежь понимает. Созданы футбольные команды боевого братства, два раза в неделю, где проводятся турниры футбольные на уровне города, и также в крае все руководители ведут работу, потому что у нас каждый руководитель отчитывается за проделанную работу в том или ином муниципальном образовании. Ведется большая работа. Во всех направлениях. Вот трудно с молодежью. Вот что им надо? Молодежь... Вот что им надо, чтобы молодежь... Мы должны им внушить в голову, что все-таки, чтобы они понимали, что такое Родина. А вот как это внушить? Ну не вбивать же кулаком, это только хуже станет. А вот как внушать? Потому что, как вот приходил, у нас тут искусствовед один, говорит, в школу до чего дошло? Вбивают вот эту литературу нашу, да, вот классическую, и отбивают все желание у человека потом эту литературу читать. Я считаю, что... Как это надо? Я считаю, что на телевидении должен быть какой-то канал, который бы... Ну, патриотического, грубо, воспитания. А смотреть его будут? Я думаю, что будут. Дом-2 же смотрят. Надо на таком уровне сделать канал, который бы целенаправленно делал ту большую работу в плане воспитания... Без заумствования, просто. Да, просто. И мы же проводим уроки мужества, уроки... Нас же они слушают, и... И... Каждый член нашей организации был изменен устав, что в организацию могут вступить не только участвующие в боевых действиях или отслуживших в рядах... А и молодое поколение там, которые видят, мы привлекаем их, они вступают в нашу организацию, они принимают участие во всех политических мероприятиях, в... В общественных, да? В общественных акциях, во всех мероприятиях мы привлекаем, мы участвуем во всех мероприятиях города, края. Как вот... Есть положительный результат. А вот по-вашему, вот что такое патриотизм? Вот если его внушать, да, пытаться делать... Вот что такое патриотизм? Патриотизм... Вот это патриот. Патриот. Это человек, патриот родины своей. Он должен знать, что такое родина. Что это такое слово, да? Родина, Россия. Что он в любую минуту должен встать на защиту отечества, как раньше было. А сейчас молодежь... Это мозг надо... Считается модным, считается модным и хорошим тоном считается от армии откосить. А какая там защита уже? О защите там уже, по-моему, и речи не идет. Я... Я... Взять себя... В наше время, когда я призывался... Это позорным считалось, там, по-моему, не отслужил. Тот человек, который не отслужил, считался изгоем. А сейчас наоборот. А сейчас отслужил, год потратил. Ты дурачок. Сейчас все меняется в лучшую сторону. Положительные... министры обороны и все делают так, чтобы молодежь, сейчас и студенты, да, сами изъявляют желание пойти отслужить, отдать долг перед отечеством, год отслужить. Это не большой струн. Это... Он отслужил... Скоро будут сделать еще полгода. Это что же... Это... На сегодняшний день люди идут. Есть позитив, чтобы идти служить, отдать долг перед Родиной. Нельзя ставить акцент на какое-то число людей, которые... Откосили. Откосили. На сегодняшний день каждый человек понимает, что... Вот вы как относитесь вот лично? Да, вот скажут вам, а я откосил. Я... Ну вот что сказать, тему, да. Мое мнение негативное к этому человеку, потому что я считаю, что каждый гражданин нашей страны... Я лидер, я художник. Ну, если только по болезни, а... Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен отдать долг. Потому и сейчас большинство делается на... Служба по контракту. И я не считаю, что там год... Это большой срок, который человек, как говорят, потерянный. Да, да, да. Я не считаю, что этот... Этот год потерянный. Наоборот, после года любой молодой человек, который... Он становится более закаленным, более... У него совсем другие понятия... Более самостоятельный. Более самостоятельный. Там самостоятельности. Он надеется только на себя. Его учат там положительным эмоциям. И что такое Родина. Я считаю его так. Хорошо. Вот... В этом году вопрос из интернета. А готовите ли вы какие-то мероприятия в преддверии 9 мая? Да? Что будет на 9 мая? И вот. Вот сначала вот об этом. Да. Будут ли какие-то мероприятия? Мы очень серьезно готовимся к 9 маю. Это мы считаем праздник. Это грандиозный праздник. Это самый великий праздник нашей страны. В том году мы участвовали в этом празднике и были готовы. На сегодняшний день мы готовим коробку прохождения в параде, где будут участвовать все ветераны локальных войск в пределах 200 человек, где будут в форме с наградами идти. Во главе будут идти ветераны Великой Отечественной войны. и мы, наша организация, все объединения с края. С края будут люди, да? и с края все будут готовы, потому подготовка идет очень серьезная. Мы уже проработали ситуацию по проживанию в гостиницах, где они заранее приедут. Все хотят же праздника. и будет такая возможность увидеть город, те все мероприятия, которые будут проходить в парках, в скверах. Встречаться хотя бы, да. каша, все эти мероприятия, грандиозно будет все это устроено, и мы очень плотно готовимся сейчас совместно с ветеранами города. Это все, у нас уже все расписано, и все, идет большая подготовка. И вот вопрос еще, да. В этом году будет 69 лет со дня Великой Победы, уходят из жизни последние свидетели этого события. Как вы думаете, останется ли традиция, отмечает 9 мая, как великий праздник, или с уходом последнего ветерана последующие поколения забудут про победу, и что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы все-таки не забывали? Потому что, знаете, сейчас порой спросишь, и начало войны ты не знаешь, что там. Я думаю, и я уверен, что праздник 9 мая никогда он не забудется, потому что для чего мы сейчас ведем эту работу с подрастающим поколением. Мы же ведем работу, мы большую работу и говорим, что такое 9 мая, что это такое праздник грандиозный, где наши отцы и деды участвовали в Великой Отечественной войне, где мы одержали победу, и что это стоило, и мы сейчас передаем то же самое молодежи, что нам передавали. И я думаю, что он останется надолго. Это наша обязанность и наша работа, для чего мы живем. А что для этого нужно делать? В школьную программу может быть что-то изменить? Может включить уроки, не знаю, потому что как таковых уроков патриотического воспитания в школе сейчас нет. Почему? На сегодняшний момент мы уроки мужества проводим. Это вот ваша организация, да? А вот в целом, допустим, вот те школы, которые вы не курируете, я думаю, что стоит вводить такой... Хотя бы, не знаю, раз в месяц. Раз в месяц, да, да. Очень разумное предложение, мы над этим стараемся, чтобы это было. Ну вот, как-то потому что... Потому что мы... у нас есть тип Селигир, где мы полностью весь с Приморского края общаемся с преподавателями. Преподаватели... А, это вот то, что на Попове делается? На Попове, да. И преподаватели приезжают, мы участвуем, там, все эти программы разрабатываем, и каждый преподаватель со школы он доносит руководству, что есть эффект, есть положительные эмоции. Может быть, как-то как общественная организация, как член общественной палаты, вы как депутаты, которые есть, не знаю, в законодательном собрании, да, в Думе, Владивосток, может, как-то это внести, чтобы, ну, хотя бы уж раз в месяц, уж, по-моему, можно напрячься и... Вот мы ведем работу в этом правовом поле, чтобы это все-таки было сделано, и тогда и будет положительный результат. Вот хочется еще вас же прошу спросить. Вы же заканчивали севастопольскую военную специализированную школу, да, боевых пловцов. Да. Вот сейчас вот события, которые происходят на Украине, в Украине, на Украине, не буду касаться там политических моментов всяких, вот я хотел спросить про Севастополь и про Владивосток. Городу Севастополь сейчас хотят придать статус города федерального значения. Вот был у нас не так давно тоже профессор, он сказал, вот по-хорошему, с точки зрения геополитики, развития страны, вот есть у нас сейчас два города федерального значения, Москва и Санкт-Петербург, хотят сделать третий Севастополь. По-хорошему сделать сначала нужно Владивосток городом федерального значения, а уже потом Севастополь. Вот вам как эта идея, кажется ли разумной? Потому что он аргументировал тем, что все-таки Владивосток и АТР тут гораздо больше на нас ответственность возложена нести все-таки быть, как заявлено форпостом России на Тихом океане. Я думаю, что это будет сделано. Нужен ли Владивостоку статус города федерального значения? Я считаю, что статус города Владивостока федерального значения нужен обязательно. В плане того, что у нас на сегодняшний день идет большая работа в развитии Дальнего Востока, экономическом развитии. Был ОТЭС сделан, сделана большая работа и привлечения страны ТР руководства на высшем уровне. Я считаю, что это будет большой плюс к этому, потому что на сегодняшний день все страны Азиатско-Тиханского региона заинтересованы участвовать в развитии Владивостока. Есть много проектов, которые они изъявили большое желание инвестиционных проектов, где мы надеемся, что Дальний Восток и не только брать город Владивосток, а регион. Край, развитие края в масштабе. Я думаю, что со временем это будет мегаполис положительный, потому и правительство большие ставки ставит на Азиатско-Тихианские регионы, на все создается, чтобы заходили инвесторы, участвовали в проектах, в строительстве, в развитии экономическом. Это только плюс, большие плюсы. Мы надеемся, что это идет, и губернатор очень уверен в правильном направлении двигатель этого прогресса, грубо говоря. руководители. Губернатор двигатель, он достаточно и быстрый двигатель, только на мой взгляд, не все поспевают за этим двигателем. Он где-то впереди бежит, а крайне не поспевает. вот как-то вот это же не быстро все это делается. Понимаете, грубо говоря, то, что сейчас сделано, это большой ревок. Это большой ревок в экономическом прогрессе, процессе, что за четыре года сделано федеральными властями. Это и университет построен, мосты построены, которые столетиями они только на бумаге были. но это все воплотилось в жизнь. Мы сейчас созидаем, что все-таки можно делать большие проекты. И я думаю, что в дальнейшем развитие Приморского края перспектива большая. И мы это почувствуем. Мне сейчас нравится политика, которая проводится. Лично я за и вижу большие сдвиги в этом направлении, потому что я в Приморском крае 78-го года по сравнению есть с чем сравнить. Конечно, конечно, есть сдвиги и большие сдвиги. И народ, я же общаюсь с жителями Приморского края, и позитив большой, отношение изменилось. Все думают, что мы идем правильным курсом в лучшую сторону. 70 лет шли правильным курсом. Я вижу то, что сейчас делается. Когда руководят краем здравые люди и видят прогресс, перспективы, и мы видим, что это действительно оправданы. в боевом братстве помимо 9 мая есть какие-то даты, которые ваша организация по-особенному чтит. Что это за даты? Это даты вывода войск из Афганистана, чеченские события. Все такие даты значимые. Мы готовимся и события на Даманском. Такие мероприятия значимые. Мы чтим память, митинги, возложение венков. Большую работу проводим. К событиям на Даманске мы пригласили ансамбль Ростов, где ансамбль проехал по всем муниципальным образованиям, выступил, посетил, более 7 тысяч человек посетили этот ансамбль. Песни патриотические песни, очень больший, положительный был резонанс. грандиозно было все сделано и это мы сделали грубо говоря наша организация организовала все это. Для вас лично какая дата самая запоминающаяся? Что лично для вас? Лично для меня? Значимый праздник? Я считаю значимый праздник это 9 мая. Это грандиозный праздник. Не 1 мая, а значимый праздник для меня лично это 9 мая. Это день победы. Где весь народ нашей страны участвует в праздновании. Он понимает значимость этого праздника. И лично я пытаюсь всем и молодому поколению и внушаем что это самый большой праздник нашей страны. Вот в завершении что бы вы хотели сказать этому молодому поколению от которого будет зависеть? Будем мы помнить этот праздник или не будем? молодому поколению хочу сказать чтобы молодое поколение чтило память тех людей которые положили свои голови в защиту Отечества чтобы созидать то что сейчас есть наша страна Родина ценность к Родине что мы стремимся чтобы был мир на земле вот сами большие ценности уважения к самому себе к старшему поколению и ценить свою страну Родину самое главное чтобы в любое время по призыву мы могли стать на защиту своего Отечества это самая большая ценность которую мы должны внушать молодежи с маленького возраста садика в школе в высшем учебном заведении тогда вся наша молодежь страны будет понимать что такое Родина почему ее надо ценить почему нужно уважать старшие поколения и это будет передаваться с поколения в поколение если мы будем вести такую работу в плане воспитания молодежи начиная с семьи садика школы высшего учебного заведения и потом в целости и каждый родитель много значит тоже большая работа должна происходить в семье большая часть большая что ребенок впитывает смогу к вам матери если в семье будет благополучие я считаю так тогда если семья будет жить хорошо все удобства никаких нервных потрясений тогда все это передается молодому поколению ребенка ребенку и все это идет поэтапно семья детский сад школа и дальше и мы к этому стремимся мы хотим чтобы вот так оно и было потому что мы будем передавать свой опыт свои знания молодежи потому что ветераны нам передали передавали а мы уже поколение которые должны передать это молодежи а наши дети будут передавать дальше хватит сил и умения передать вот это все силы есть и умения есть потому что все таки мы прошли много чего разные были года время которые мы прошли разные этапы жизни и я считаю что у нас есть чему учиться и передавать потому что мы это все испытали на себе а чему бы вы могли научиться у молодежи вот не молодежь у вас а вы молодежь чему научиться могли вот так вот прикидывая смотря на них нынешних есть много молодежи которые такие позитивные вот что бы хотелось у них перенять понимаете что как здорово будут крутые они есть молодежь такая экономические которые проекты двигает умные которые мы у нас лично у меня бы в голове я бы не дошел а вот молодежь у нас хорошая есть есть хорошая молодежь мы же не будем брать там которые есть и плохие да но это плохие это те люди которые попали в такую с детских домов которые выходят жизненные ситуации а та молодежь которая участвует в мероприятиях и в движении в экономических прогрессах в форумах которые сейчас проводятся в университете ДВФУ большинство молодежи университетов всех университетов они участвуют они видят прогресс и и селигеры и разные темы в обсуждении дают возможность движения разных проектов и молодежь у нас прогресс порядка прогрессирует порой удивляясь спасибо большое желаем вам удачи вашей организации продвижение интересов спасибо надеюсь что все будет хорошо я тоже надеюсь мы идем в правильном направлении я думаю что с большим плюсом спасибо у нас в гостях был Владимир Горбатюк член совета и руководитель социальных проектов приморского краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство спасибо большое спасибо всего доброго увидимся удачи 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 удачи